Я мечтал стать музыкантом, но выучился на математике. Но то, что я делаю сейчас, не имеет никакого отношения ни к нотам, ни к цифрам. Зато я знаю все о резине и ее свойствах. Меня зовут Евгений Вальчугов. Я прессовщик-вулканизаторщик. Я учился на математике, получил диплом, но я не пошел в образование. Может быть, я стал бы хорошим учителем, но я пошел на завод. Там как раз набирали прессовщиков-вулканизаторщиков. И я отложил диплом и снова стал учеником. Изначально я не знал ничего. Я пошел именно учеником. Производство начинается с того, что заказчики приносят изделия, которые необходимо произвести. Наши технологии делают чертежи. По этим чертежам токаря изготавливают пресс-форму. А уже в пресс-формах мы изготавливаем готовые изделия. Первое изделие идет на образец. ОТК проверяет, соответствует ли размерам, ГОСТам и всем параметрам. Если да, то мы начинаем масштабное производство. Вулканизация резины – это процесс, происходящий при большой температуре и давлении. То есть между двумя плитами пресса, разогретыми до 160-170 градусов, под большим давлением формируются готовые изделия. В этом цеху мы делаем разные изделия, начиная от поршней, заканчивая даже мелкими кольцами. За сутки наш цех перерабатывает до 100 килограмм резины. И это много. Тут приходится находиться постоянно в движении от одного пресса к другому. У меня я обслуживаю 5 прессов. Пока один пресс запрессован, я перехожу к другому, закладываю заготовки и так далее от одного пресса к другому. Нагретую резину закладываем в пресс-форму и задавливаем прессом. Давление пресса – десятки тонн. И под воздействием температуры и большого давления происходит процесс вулканизации, то есть резина варится. Процесс занимает время, в зависимости от размера деталей, от 20 минут до 2 часов. Готовые изделия вытаскивают из пресс-формы, остужают. Таким образом получается готовое изделие уже, которое держит форму, обладает всеми необходимыми параметрами. Здесь нужны крепкие физические люди, потому что пресс-формы тяжелые и приходится много физически работать. Заводская среда – это особая среда. Здесь ценят дружелюбие, обшительность и смекалку. Отвынивать здесь не получится. Такие люди у нас не задерживаются. Наши изделия в основном востребованы в нефтедобывающей отрасли. Это всевозможные насосы, буровые станции. Также в сельскохозяйственной отрасли используются при производстве различных механизмов, двигателей. Они повсеместно используются. Это такая специальность, которой можно научиться только на практике, добиться всего самому. Расщупать своими руками, ощутить именно, где может произойти сбой, где может брат, какое место может быть бракованным. То есть весь опыт набирается на практике. Говорят, что учиться никогда не поздно. И я этому наглядный пример. Я учусь всю жизнь и не собираюсь останавливаться. На данный момент я высший разряд на фирме, пятый разряд прессовщика-вулканизаторщика. Но в то же время хочется дальнейший рост. То есть я планирую поступить на техническую специальность, выучиться на инженера, стать технологом. Потому что с точки зрения рабочего я уже видел производство изнутри. Хочется теперь уже перейти на новый уровень. Мои изделия работают на буровых станциях. Они есть повсюду. Тракторы в поле, машины, любые механизмы и не только. Моя работа вроде бы в глаза не бросается. Ничего особенного. Но без нее нигде и никак.